Яркие праздники, концерты и акции, организованные объединением БРСМ, занимают существенное место в календаре мероприятий. Они являются инициаторами многочисленных проектов, в том числе и патриотических. Смотры военной песни, художественные и театральные конкурсы. Это и многое другое уже давно зарекомендовало себя как хороший способ приобщения молодежи к истории своего края. Последняя наиболее яркая инициатива – «Бессмертный полк». Эту акцию в прошлом году город над Богом принимал впервые. Около 300 человек пришли к стенам цитадели с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Теперь областная организация реализует новый, довольно серьезный проект. В Брестской крепости строится патриотический центр. Мы для себя открыли, что нам необходима именно база для организации системной работы с молодежью региона Брестского и в целом страны. В 2013 году мы проект создания молодежного центра представили президенту нашей страны Александру Григорьевичу Лукашенко на форуме «Мода с традицией будущего», который проходил в Минске. Президент одобрил наш проект, поддержал его. И в прошлом году мы уже изготовили проектно-сметную документацию и в декабре приступили к строительству этого объекта. Работы над историко-культурным комплексом «Брест», а именно так патриотический центр называется в документах, начались в декабре прошлого года. Подрядчиком объекта выступило коммунальное унитарное предприятие «Брест Жилстрой». Сегодня комплекс зданий бывшего полка артиллерии польской армии и бывшей казармы на Кобринском укреплении прошел первый строительный этап. Здесь завершилась очистка от мусора и обломков. Задачей на ближайшее время является разборка перегородок и замена перекрытия. Все аварийные элементы на сегодняшний день снесены. Сегодня ведутся работы по укреплению проемов оконных, вот видно здесь на фасаде, вот, бетонируется перекрытие, которое надо. Уже на сегодняшний день практически там только коридоры остались выломаны, ставится опалубка, будут монолититься новые перекрытия. Сегодня здание уже не узнать. Когда строители впервые пришли сюда, на некоторые обломки было даже страшно ступать, вероятность провалиться была велика. Теперь все позади. Двухэтажный строительный объект приобрел немного иной, более ухоженный вид. Планируется, что здесь разместятся помещения для патриотической работы представителей БРСМ, а также небольшое кафе и хостел, чтобы, приехав в Брест, любой гость организации смог в буквальном смысле прикоснуться к живой истории. Над поддержанием исторического духа работают и архитекторы проекта, которые стараются по максимуму оставить то, что здесь сохранилось. Естественно, какое-то приведение в порядок этой территории, это создаст условия для целостного восприятия, как мы говорим, всей крепости. Потому что это частичка, небольшая частичка. Человек, приходящий туда, он хочет видеть где-то определенные моменты ухоженности. Говорить о важности нового объекта не приходится. На встрече с молодежью губернатор региона Анатолий Лис назвал эту стройку областной. А Центральный комитет, получивший в этом году премию президента за духовное возрождение, направил возрождение на работу над новым проектом. Согласно паспорту объекта, его сдача планируется на август 2015-го. А это значит, что инициатива перекликается и с 70-летием Победы и с Годом молодежи. И строители, и инициаторы уверены, что этот объект станет одним из ярких культурных зданий города и объединит всех, кому небезразлично, историческая память.